Триллер, хоррор и драма в Беляевском районе. К сожалению, для местных жителей это не экранизация событий, а их реальная жизнь. В селе Яськи проживает некий бизнесмен Петр Дмитрук. Он является арендатором земли, на которой находятся пруды. В марте одессит Алексей Бравков решил выехать в область, чтобы порыбачить с друзьями на соседней территории. Однако, увидев, что прибыль проходит мимо, Дмитрук с группой поддержки напал на отдыхающих. Смотрите, угрожает. Он пытается драться, машет. Второй пошел за дубиной. Вон с ружьем, с дубиной. С дубиной, с дубиной. Слабья вас не видел. Я говорю, выключи, подожди, я от пострелки нахуй. По факту противоправных действий возбуждено уголовное производство, идут суды. Однако, пострадавший в этой ситуации возмущен, что напавшие на него люди находятся на свободе. На основании вот этого нападения и возбуждения уголовного дела прокуратурой Ильичевской должна была бы выдана санкция на арест Дмитрука и Ткачука. Но этого не произошло. Эти люди ни одного дня не находились под арестом. Через месяц им было до такой степени вопиющая ситуация. Им даже было возвращено оружие, с которым они нападали на меня. Как говорят представители Яськой громады, это не единственный случай, когда Дмитрук перешел от угроз к действиям. Ведь он имеет, вероятно, серьезных покровителей в правоохранительных органах. Однако терпение людей лопнуло, когда на дороге погибла мать троих детей, 33-летняя Катерина. А на месте ДТП нашли обломки авто Дмитрука, которого в этот день видели изрядно выпившим. На утро я йшла сюда, на эту сторону, я живу на той улице, через пару улиц, я йшла сюда, дивлюся, тут на этом месте находлю железяку. Передо мною, після меня, уже они пришли шукать эту железяку. Люди видели, как они тут все перерили, шукали ту железяку. Ну, чтобы скрить, чтобы скрить следов. Я обнаружила, что его кусок железяка от машины. Дети остались сыра, трое дедочек, молодая женщина, 33 года. И никто ничего не хочет делать, все гроши платят всем, и ответственность никакой нет. Надо наказать его. Он то был, написано, пьяный, заехал в заправку, то одного человека сбил, то еще и побил его. То дитку сбил, ноги поломал, лечил. А теперечка уже и Катю нашу на тот свет загнал. 7 ноября вечером Катерина, пообщавшись со своей подругой Иванной, отправилась домой. Как оказалось, это был последний разговор в ее жизни. Иванна лишь видела летящий вслед за женщиной автомобиль Дмитрука на огромной скорости. Он пролетал мимо магазина на великой скорости. И когда же я обратила внимание, он поворачивал в свою улицу. То есть, ну вот, Катя на улице и следующая. Я ее видела, получается, последняя. Она ишла от мамы. Мы с ней побалакали, все. Девушку обнаружили на дороге еще живой. Сбивший ее водитель даже не остановился, чтобы оказать первую помощь и вызвать скорую. Он даже не остановился на месте происшествия, не оказал ей помощь. И что самое важное и самое страшное, сколько времени уже прошло, он даже не пришел домой и не предложил свою помощь. Этот человек, Дмитрук Петропавлович, он, наверное, в моей памяти, я его ни разу трезвым за рулем не видел. Постоянно пьяный, постоянно какие-то происшествия. Дмитрук свою вину отрицает, ведь придется нести уголовную ответственность, а также оказать финансовую помощь детям, которые остались без матери. Пообщаться с громадой представителями прессы, которые пришли к дому семьи Дмитрука, никто не вышел. К слову, этот шикарный дом далеко не единственная недвижимость в Яськах, которой владеет родня бизнесмена. То есть, при желании, у них определенно есть возможность помочь осиротевшим детям. Я хочу, чтобы его наказали по самой строгой наказании, чтобы он детям оплатил, сколько они там, до 20 тысяч, сколько год, чтобы оплатил, чтобы все им помогало. Маму уже не вернем, но он, чтобы с детьми, чтобы давал им помощь. Сам же Дмитрук слег в Беляевскую центральную районную больницу подальше от будничной суеты. Люди не верят в объективное правосудие, так как уверены, что связи Дмитрука сыграют решающую роль в этой истории. Поэтому они требуют у президента, премьера, министра МВД и генерального прокурора взять под личный контроль расследование смертельной аварии.